бум шоколака в эфире 43 выпуск аудио дайджеста старчер меня зовут феникс бекей и сегодня в нашей виртуальной студии растянувшийся на тысячу километров собрались два игрока редакции стратега денис варяк эриксон здорово гримлок крушить да это я просто в трансформер battlegrounds поиграл и как кстати на стриме до вчера показывал и на удивление прикольная игра но я не заметил даже что вместо нормальной сложности я оказывается поставил простую и мне почему-то не стало от этого стыдно на стриме потому что на стриме этого не понял а после стрима стало очень стыдно и я начал играть что было очень легко да было легко хотя я себя один раз загнал такое положение раком грубо говоря мне чуть не потерял юнита но так ничего раз зато разобрался и переначал на высокой сложности возможно дойду чуть дальше пройду первый акт который я вчера прошел на стриме и возможно продолжу стрим уже на харде а чтобы немножко нашим зрителям показать чего игра и себя дальше представляет там уже к ней еще вышел dlc с новым режимом и какими-то там приколами жалко новых автоботов не вышло потому что там их всего шестеро маловато скажем так хотелось бы больше но зато хорошо есть оптимус и бамблби это тактическая игра да да эта тактика это в стиле x кома только она сразу же задумано как бы для деток то есть ну не прям для детей детей но для подрастающего поколения геймеров разработчики сами делали с таким скажем так уклоном понятно понятно все да я короче знаешь что вчера сделал черча раздел совершил роковую ошибку я запустили подожди почти прости роковую или раковую тугезер понял но на давай я запустил якудзу о блин чувак ты попал ты вообще как ты попал я теперь в курсе теперь я пузешь вообще я пузет полный короче вчера дико ржал я просто сидел уже вечером было очень поздно у меня все уснули и я думаю на счастье забери всех разбудил не слабо никого не разбудил но я боялся что разбужу я просто запустил игру и посмотрел эти все стартовые ролики там же всяких движух минимум с самого начала очень много всяких роликов ну и я помню дико посмеялся с говнососки когда эти банда позвали в этот значит какой-то салон типа там клиент разбушевался на на пришел он думал надо будет драться с кем-то ему говорят что типа у нас толчок засорился я такой я просто катался вот и да и там эти фиги в начале были я прям похохотал ну и все у меня хватило буквально на полтора часа потому что я после работы был уставшим не хотелось спать я насмотрелся в итоге роликов и довольно пошел спать думаю круто надо играть то есть дождался максимально крутого варианта поиграть в якудзу вышло обновление для playstation 5 вышла локализация эта часть не такая суровая вроде как бы и тут можно спокойно в нее залезть и особо как бы не опираясь на то что было раньше ничего там и суровая будет и драма будет и все там будет не ну там есть там я уже видел как бы моменты ну да но она чуть более веселая чем прошлое потому что за счет главного героя ну то есть смотри геймер разгильдяй который вырос в сопленде это грубо говоря бордель а вот ну да да вот там там толчок и засорился да да куда надо было вантус принести и он там вырос да воспитан владельцем и девушками не само как там это с низкой социальной ответственностью еще и обожает dragon quest которые тоже по-своему веселые игры достаточно ну и у разработчиков якудзе всегда с юмором было все очень хорошо о чем говорят нам сайт квесты буквально начиная с первой части серии да ну короче мне очень понравилось очень да теперь я буду буду играть надо только находить время потому что очевидно что много очень всего много роликов но в этом тоже есть плюс можно допустим сидеть кушать и смотреть ролики по крайней мере в начале их очень много слышь удали нет я не удалю все слышь удали ну сколько можно денег нисколько вот можно не играть в якудзу когда все играют я че 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 я че самый рыжий слышь удали слышь не удалю ну и ладно хрен с тобой золотая рыбка как говорится да да ну плюс я посмотрел там платина в этот раз такая судя по всему наиболее простая из всех возможных наиболее простая в 6 части да в этой части сложная платина она долгая потому что там нужно пройти эндгейм подземелье ради которого нужно буквально задрочить все профессии у всех персонажей а профессии прокачиваются очень долго так что тут такое важный момент да а итемов которые повышают на 50 процентов по моему получения опыта с профессии и опыта уровня тут типа немного очень поэтому тут есть нюансы плюс ты под конец игры где-то почти под конец там 11 12 глава ты встретишься с необходимостью реального гринда уровня потому что на тебя бросят несколько высокоуровневых противников с которыми справиться если ты просто играешь спокойно там особо не гринде и ты к ним придешь на 30 на 36 37 они 50 там 7 ты обосрешься ну то есть их пройти будут просто невозможно невозможно надо идти качаться я пока хочу просто расслабленно поиграть то есть с удовольствием потому что я все вижу здесь очень интересные такие моменты всякие квесты прикольчики и вот хочется насладиться пока не упираться сильно в рпг составляющих хотя она тоже в принципе выглядит неплохо но тут еще такой важный момент я сколько гриндел в этой игре и гринжу до сих пор потому что я эндгейм данж не прошел и кринжу я так скажу что гринд в этой игре совершенно не напрягает абсолютно мне просто в кайф бегать смотреть на все анимации валить чуваков короче скиллами и так далее плюс там есть относительно такие скажем так облегчение для гринда там можно пойти в подземелье и там попадается иногда бомж который играет роль грубо говоря какого-нибудь золотого слайма или как туара да то есть чувак до который тебе много опыта отсыпает если ты его убьешь но он также пытается постоянно смыться а вот кстати о как туарах я прошел и получил платину сразу же чем там долго тянуть и сюань юань сорт 7 обзор готов по тексту скоро будет опубликовано сайте день 2 возможно даже гид сделаю если хватит на это сил настроение и терпением меня уже три гида в работе и ни на один не хватает терпения закончить его сесть вот это все расписать у нас настя в этом плане молодец вообще супер просто а я вот так не не умею не получается я в плане гидов дерганы очень но это наверное по голосу слышно вообще дата я не на спидах я вообще не да у меня все нормально зато короче про игру на спидах а называется она autoban police simulator 2 значит симулятор полицейского на автобане выпущены компанией airsoft которая создала on the road ну по заказу которой вернее был разработан on the road track симулятор значит автобан симулятор это очень бюджетный проект про полицейского то есть ты начинаешь играть в участке как новый полицей тебя перевели в этот участок ты приходишь такой добрый вечер дайте форму а потом едешь на машине всякие разные инциденты расследовать там типа превышение скорости аварии вот это все пока что выглядит задумка клевой но технически ё-моё какой-то 2003 год просто жесть анимация ужасная стилетная анимация и ручная анимация мимики рты дергаются глаза прыгают очень забавно смотрится не знаю у меня даже была идея постримить плюс машина как кусок мыла на льду вот очень управляется стрёмно особенно после каких-нибудь нормальных плюс-минус симуляторов даже тот же on the road track симулятор там грузовик чувствуется намного лучше я автобан попробовал поиграть с рулем и переключился на геймпад сразу же просто потому что на его в бане но в общем 2150 рублей игра точно не стоит и я думаю что она вообще не стоит особо внимания но это мы еще потом разберемся ближе к делу понятненько ну а у меня еще была куча куча времени потрачено в ghost and goblins resurrection сочувствую после того как я прошел не не с удовольствием ты знаешь вообще не напрягает такой кайф игра мне очень нравится ну прям вот сплошное удовольствие несмотря на сложность но я же как бы знал на что и иду тем более я ну люблю оригинал очень люблю оригинал я прошел ее на сложности паш на самой низкой где эти персонаж буквально оживает слышь паши павлуха привет всем пашем кто нас слушает да короче там когда ты играешь по запашу тебя артур артур вернее оживает после каждой смерти ну чуть ли не мгновенно то есть убили ты тут же встаешь и идешь дальше драться сюрпраз типа да 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 сейчас исключение составляет то когда тебя в пропасть там жестко скинуть при полете на драконе там каком-нибудь в общем тебя откидывает нормально так вот остальное время ты просто тупо вот идешь никаких проблем все собираешь там всех мочишь все замечательно то есть вообще тебя ничего не пугает тут же я прохожу значит смотрю концовку удивляюсь что она нормальная то есть я же знаю что в оригинале было две концовки для хорошей концовки нужно было пройти игру целиком и потом как бы рестартнуть ее заново и пройти еще раз целиком то есть грубо говоря тебе нужно два полных прохождения чтобы получить нормальную концовку оказалось что тут тоже на низком уровне сложности просто вторая половина игры залочено то есть ты проходишь на паже все и ты расслабляешь батон и да типа ты все прошел нет нифига там есть еще теневые уровни которые открываются только на трех по моему получи да там ты еще сложности на трех следующих сложностях они открываются и чтобы получить нормальную концовку увидеть крутого босса нужно по ходу собирать всякие такие специальные сундучки которые не видно то есть можно скил купить чтобы увидеть либо наткнуться на него случайно из этого сундука вылазит чувак который может тебя превратить в лягушку к черепаху в щеку не говно короче и вот ты должен обязательно убить и вот всех на каждом уровне убить вот таких чуваков с ящиков чтобы открылась специальная дыра в ад на этом уровне чтобы ты спрыгнул в дыру в ад и там прошел небольшое испытание на 30 где-нибудь секунд или там на 20 когда куча врагов прет ты должен не умереть за это время и получается там нужно так нормально заморочиться в благо вот есть упрощающий скилл на древе прокачки но опять же чтобы прокачать нужно побегать по уровням пособирать специальных пчелок не волшебных а их собрать не так то просто получается такая жопа я другого слова не подберу вот я в общем играю пока еще прохожу смотрю контент еще всякие фичи и могу сказать что он блин но это вот очень достойно на уровне оригинала игра получилось прям очень классная с ее красивой графика с прекрасными анимациями там очень здорово говорю мне нравится как они проработали вот эти все мелкие там движения зомбарей раньше как зомби вылез под земли все пошел на тебя с руками прямо он вот как из-под земли вышел с руками прямо он с руками прям и пошел то теперь нет они прям выкарабкаются из-под земли вот он идет к тебе идет и вот перед тем как тебя атаковать он не просто тебе там руками задел и все он делает рывок знаешь как в фильмах допустим зомби перед тем как схватить кого-то делают рывок они тут также делают рывок ну и в общем куча всяких вот таких мелких нюансов из-за чего складывается впечатление что просто все прорабатывали пытались за всем и следить пытались все 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 вот вылезать и блин у них получилось отлично а прикинь добавили еще третью концовку за третье прохождение подряд я не знаю но я естественно до таких глубин ковыряться не намерен потому что иначе обзор может быть никогда но я планирую конечно ближайшее время насмотреть свои теневых уровней и выкатить обзор учитывая что половину я написал по кое-каким так сказать механиком которые очевидные не меняются вот поэтому еще пока лупаюсь посмотрю я думаю что ближайшие наверное парочку три там дня как у нас по свободно будет по публикациям я думаю что я уже накатаю потому что я ну очень много в нее играю она очень крутая и надеюсь дима у нас ближайшее время ее постримит может даже сегодня после записи но вы услышите это уже завтра вот такой привет из прошлого нолан гений красивая поиграл еще немного вон и чанбара они чанбара то есть на стриме как раз тоже показал и остался очень доволен тем как реализовали по сравнению с предыдущей частью они чанбара z киос оригинс выглядит намного красивее такой типа стиль под салшеддинг и блин разработчики на playstation а выпустили фан-сервисную игру где оголенные девушки бегают понимаешь почти ну то есть прогресс да 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 это это честно говоря при текущей цензурной политики сони компьютер энтертеймент это печальненько вернее политика сони печальненько и то что таких игр выходит все меньше печальненько мы например не знаем что будет дальше с новой сен-ранкагура я бы даже не исключал что она выйдет как эксклюзив нинтендо свитч и тогда я короче не знаю я очень огорчусь очень огорчусь максимально а чё ты не огорчайся у тебя же есть свитч да не буду я в сен-ранкагуру на свитчей играть ну типа серьезно да не 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 вообще не вариант не не вариант не хочу но мне не заходит я на свитча предпочитаю что-то другое играть ну не серьезно не заходят не абсолютно таки хорошо смотри ниры новый выйдет там на мобилках которые его переводит сейчас будешь играть буду на мобилке буду если на свитча и на свет а на свитч играть не хочу. Не знаю, мне такие динамичные экшены на свече чёт-нёч заходят. Ну, это лучше, чем Doom Eternal. Ну, наверное. Да не-не. Ну, Doom Eternal очень круто игрался на свече. Играется круто. Просто мыло много. А в целом-то неплохо. Можно жить. Можно жить. Но тут есть такой момент, что Сэн Ренкагура, она от третьего лица и с девочками. Поэтому она по-любому лучше Дума. Ну, в любом случае. От третьего лица и девушки. Лучше, чем драть чертей от первого лица. Вот, собственно, да. Потому что от третьего лица всегда лучше, чем от первого лица. Ну, для меня. Не, как я и написал в обзоре, надо в Doom Eternal играть с графикой. Всё равно. Другие совсем ощущения, поэтому. На свече можно, но это необходимое зло. Только если у вас нету каких-то других вариантов, чтобы поиграть на чём-то другом. А графику, смотри, ищите на ютубе, типа. Кстати, про свеч. Обнаружил посреди ночи. Запустил гносия. Пока что о ней ничего не буду говорить. И обнаружил прикольную фишку на свече, оказывается, добавили. Возможность перекидывать медиаданные, то есть записанные ролики, скриншоты, по воздуху на мобилке. Ну, да. Вообще круто. Я даже не знал, что это добавили. Только сейчас. Где-то 11-я, что ли, версия там была. Да, мне в Твиттере ответили, что в 11-й версии добавили. И там ещё, знаешь, что добавили? Если ты теперь с USB подключаешь, ну, прям просто с USB консоль подключаешь к компьютеру, вот, заходишь в настройки, где скидывать скриншоты, ты можешь просто доступ внутрь консоли, и там это будет разложено не как на флешке, то есть по датам. Там будет сортировано, как на PS4 или на PS5, там будет по играм сортировано. Аллилуйя. Да, я именно таким вариантом пользуюсь. Но, но, есть минус-минус. Из этого режима нельзя их удалять, эти скриншоты. Это Nintendo, детка. Ну, пуск, нельзя удалять. Переписывать нормально можно. Уже хорошо. Потому что я очень дико бесился. Ты по датам. Тебе скинули по датам, и ты в каждую папочку заходишь. Да, это вообще жопа. Просто я так тоже всегда горел. Так неудобно было, страшно. Да. Теперь кайф, да. А на самом Switch'е можно было, блин, сортировать, понимаешь? А на флешке они почему-то по датам. Нахрена конюбаян. Зато знаешь, что я на Switch'е очень люблю? Что там можно скриншоты в Twitter сразу пачкой бахать. Это очень удобно. А, ну да, по четыре тоже. Да, да, очень классно. Так это можно на всем, и на Соньке можно. Разве можно? Конечно. Да? Там, когда ты постишь, типа, в Twitter с PlayStation. А, наверное, выделяешь, типа. Там скрепочку надо выбрать. А, все, понял, понял. Прикрепить файлы, типа. Это до четырех файлов можешь прикрепить. Ну, все, я теперь просвещен, обновился. Видишь, не зря сегодня датчет записывали. Может, даже кому-то это станет новостью из третьих слушателей. Хотя, сомневаюсь, не все такие отсталые, как мы с тобой, так что. Это была шутка, если что. Мы еще сильнее. Да. Ну, хорошо, будем закругляться, значит, сегодня. И всем спасибо, кто нас слушает. Традиционная благодарочка. Подписывайтесь. Везде. А не забывайте нас. Twitter, Telegram. Ставьте лайки. Да. Вконтакте. Обязательно пишите комментарии. Это очень важно. YouTube, Twitch. Можно даже комментарии на YouTube. Правда, я, признаться, вообще баран. Я забываю смотреть комментарии на YouTube и больше обращаю внимание на комментарии на сайте. Но вот с этого выпуска постараюсь максимально исправляться и смотреть комменты тоже на YouTube. А я смотрю и даже лайки там жму. Вообще супер. Надо зайти и прожать лайки. Лайкос прожмут сто пудово. Короче, ладно. Всем пока. Всем пока. Пока-пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok